Мой вариант в бремени. Очень важная таблица. Средний по серединной России. Стификации. Опубликон моей гостевой. Итак, абрикосы. Почему я говорю середина? Я взял для середины. Допустим, высаживаем в середине. А вы же прикидывайте сами. Я же не могу каждому человеку дать конкретную цифру. Вот. Почему? Север лежит снег, юг цветут. Как можно? А вот как? А у меня уже часть сфиксирована, а часть сфиксирована. А только я хотел все зафиксировать. Мне пишут, пишите сухими. Я говорю, почему? Я сама умею фиксировать. А время. А человек уверен в своей правоте. А еще есть ускоренная сертификация. Вот. Ну пожалуйста, я храню сухими, держу на всякий случай. Итак, это цифры для середины апреля. Дальше читайте. Я цитировать каждую не буду. Средние цифры. Чем ближе температура холодильника к мулю, тем позже взойдут. И эти цифры уже будут нереальны. Наоборот. А деток берцы, вам надо в апреле высаживать. А он берет даже яблони или там это. Возьмет на месяц раньше, чем вы думали. Груши, вишни хорошо всходят. Абрикос тоже хорошо всходит, если хватает влаги и не сгнорить. И получается, что? Поэтому надо следить. Не проклюнувшие ко времени посадки, обычно апрель, высаживайте спящими. Не теряйте год. У меня были случаи, когда человек говорит, ну они не взошли, я в мае их выкопал и в холодильник. Они испортились. Я говорю, да ни в коем случае. Правильно сделали. Выкопали. Потому что уже потом, если взойдут, они уже не успеют вызреть. Видите, как здорово. Сколько вариантов. Исключите горшочки на подоконниках. Сразу. И спящие и проклюнувшие почву в саду. То есть, вот смотрите. Пришла пора среди апреля. Достали баночку. В ней есть проклюнувшие, есть сухие. Всё подряд садите. А то, знаете как, уже июнь, а они всё спят. А счёты взялась, чтобы в холодильнике они проснутся. При плюс пяти, допустим. Часть проснулась. Но у них расщепление свойств. У них расшатанное средство. У них они настолько гибридные. У них там в крови гены пяти, десяти, двадцати сортов. Вспомните Дальний Восток. Что вы думаете, вот эти абрикосы на Дальнем Востоке из Сихотолинских гор, что ли? Ага. Со всей планеты. Просто попался в Идущийся Академию Казмин. Вот и всё. А потом гадаешь, что из них вырастет. Так это хорошо, когда не знаешь. Проблема отбраковок семян. Лично я отбраковывал утоплением и всплытием сразу после очистки. После сушки и хранения в сухом виде, семена частично могут приобрести плавучесть. Но сохранить схожесть. Вот. Вот это, знаете, это я второй раз показал. А на Дальнем Востоке у меня вот эти игрушки. Знаете, как получилось? Вот. Почему? Я догадался. Я любопытный. Правда, надо было все подряд. Я бы такой бы снимок взял, такой бы репортаж. Но я не догадался. Мне надо было штук 20-30 не всплывших. А я взял пожертвующих, которые всплыли, вместо того, чтобы выкидывать. Их раз нападал. А там, получается, зима только начинается. Солнце взошло, там плюс 10. Солнце исчезло, там минус 5. Солнце взошло, плюс 5. Солнце исчезло, минус 10. Плюс-минус. И когда я вот это увидел, ага, вот почему вы погибаете. Вот если оставить здесь, что весной будет? Ну, что от него будет? Мертвое будет. Вот так я постепенно пришел к мнению. Есть причина, о которой мы не догадываемся. Перепады плюс на минус. Провокация страшнейшая. Если расплывшие, там внутри еще есть, только копнуть надо. Там внутри еще есть такие же. Если отбракованные сливы, зашли отбракованные, и если еще там только этот самый ноябрь, а с чего бы я в ноябре-то появляться? Я надо весной появляться. А почему? Я и сделал на этот самый март-апрель. Вот он, март-апрель. Вот таким ценой. Вот это важнейший момент. Весной нельзя... А, ну все, это я своими словами рассказал. Еще причиной гибели. Переувлажнение семян и разных характеров. Так называемое расчленение сухих. Ну скажите, пожалуйста, как, я чуть не вымотился, подобрать для вас, вы все из одной банки. Я разговариваю с одними косточками. Это мои косточки, которые, это, человек сфиксировал вот таким способом. Он и захотел вот этим способом. Ну пожалуйста, кто в омхе, кто в это самое еще, черти где, кто как я в песке. Вот. Вы понимаете, что получается? При одних и тех же условиях вот этот зашел, все прекрасно, вот этот зашел, а этот сгнил. Вот оно расщепление свойств. Вот. А почему? Да даже на одном дереве у них разные гены. С разных деревьев. Этого ветра надуло справа, этого ветра надуло слева. ну не любая шутка. Примечание. Постулат Железова. Сопротивление влажности семенами. Это один из способов селекции, неиспользуемой наукой. Вы понимаете, что если вот так сделать, чтобы из 100 80 сгнило, лучше 90, а оставшиеся, представляете, какой представляет ценность? В этом направлении, Елена Александровна Савинович, я всегда только к вам обращаюсь. Больше не к кому. Вот это, обратите на это внимание. Это тоже селекция. Вот. Вот это селекция. Просто именно вот эта фотография. Спасибо автору, которая навела мне на эти мысли. Извините за критику, господа ученые, но ведь это слишком просто и неинтересно. Лучше травить ядами и жесткой радиацией. Представляете? Травить ядами и жесткой радиацией, чтобы они не сгнивали. Хе-хе-хе. Им не смешно, а им не смешно. Продолжение следует...